В тот поздний час, когда Танабай был еще в пути к горам, по улице моей уносился верховой, поднимая лайф сполошившихся собак. «Эй, кто там дома? Выходи!» — вызывал он хозяев на процобрание, давая в контору. «А что такое? Почему так срочно?» — «Не знаю», — отвечал посынный. «Чорр зовет». Сказал, чтобы быстрее шли. Сам Чорр сидел в это время в конторе, привалившись плечом к столу, согнувшись, задыхаясь, крепко зажимал он пятерней грудь под рубахой. Мычал от боли, кусал губы, холодная спарина выступила на позеленевшем лице, глаза провалились в орбиты темными ямами. Временами он забывался и снова казалось ему, что несет его и находит под темной степи, что хочет он откликнуть Танабая, а тот, бросив на прощание раскаленный, как уголь, слова не оглядывается, прожигают сердце слова Танабая, душу прожигают. Сюда привели порторга под руки из конюшни. После того, как отлежался он там немного на сене, конюхи хотели отвезти его домой, но он не согласился. Послал человека вызывать коммунистов и теперь ждал их с минуты на минуту. Засветив лампу и оставив Чорр одного, сторожиха возилась у печки в передней комнате. Иногда заглядывала в приоткрытую дверь, вздыхала, качала головой. Чорр ждал людей, а время уходило каплями, горькими, тяжелыми каплями. Каждую секунду секало отпущенное ему на роду время, цену которого он постигал только теперь, прожив немалую жизнь. Не уследил он дней своих и готов оглянуться не успел. Пролетели они в трудах и заботах. Не все получилось на веку его, не все удалось, как хотелось. Старался, бился, но где-то и отступал, чтобы обойти углы, чтобы не так жестко было ходить. И однако не обошел. Приперла его к стене та сила, с которой избегал он сталкиваться. И теперь отходить было некуда, путь кончался. Ах, если бы он пораньше спохватился, если бы пораньше заставил себя прямо смотреть в глаза жизни. А время убивало горькими, гулкими каплями. Как долго не идут люди, как долго их ждать. Только бы успеть со страхом, думал Чорр. Только бы успеть все сказать. Беззвучным отчаянным криком удерживал он покидавший его жизнь. Крепился, готовился к последнему бою. Все расскажу, как было дело, как проходило бюро, как исключили Танабай из партии. Пусть знают, я не согласен с этим решением райкома. Пусть знают, я не согласен с исключением Танабай. Скажу все, что я думаю об Алданове. Пусть потом после меня заслушают его. Пусть решат, кому есть, о себе расскажу все, какой я есть. О колхозе нашем, о людях скажу, только бы успеть скорее, будешь приходили. Скорей. Первой прибежала жена с лекарствами. Перепугалась, запрочитала, заплакала. Да ты в уме своем, да неужто ты сыт? Не сыт этими собраниями? Пошли домой, ты посмотри на себя, Боже мой, подумай хоть о себе. Чорр не хотел слушать. Отмахнулся, запивая лекарства, зубы стучали, а стакан воды лилась. Вода лилась на грудь. Ничего, мне лучше уже, говорил он, пытаясь дышать ровней. Ты подожди там, уведешь меня потом, не бойся, иди. И когда послышали с улицы шаги людей, Чора выбранился за столом, подавил в себе боль, собрал все силы, чтобы выполнить то, что он считал своим последним долгом. Что случилось с тобой, Чорр, что с тобой, Чорр, спрашивали его? Ничего, скажу сейчас, пусть подойдут все, отвечал он. А время убывало горькими гулками каплями. Когда коммунисты собрались, парторг Чорр Саяков встал из-за стола, снял шапку с головы и объявил про собрание открытым. Вернулся, Станобай, к себе ночью. Джейдар вышла во двор с фонарем, ждала его, глаза проглядела. И с первого взгляда поняла она, какая беда стряслась с мужем. Он молча разнуздывал коня расседлого, а она светила ему. И он ничего и не говорил, хоть бы напился в районе, может, легче было бы ему, подумала она. А он все молчал, и страшно становилось от его молчания. А она-то собиралась порадовать его. Корма подвезли немного, соломы, муки чменные, теплее стало. Ягнят выгоняли на пастьбу, травку щиплет уже. Бектаевскую Атару забрали, нового чабана прислали, сказала она. А хрен с ним, с Бектаем, с Атарой, с чабаном твоим. Устал? Чего устал? Из партии выгнали. Ты потише, ты, сакманщица услышит. Чего тише, что мне скрывать? Выгнали, как последнюю собаку, и все. Так мне и надо, и тебе тоже так и надо. Мало нам? Ну, чего слышишь? Стоишь. С чего стоишь? Иди, отдыхай. Сам знаю. Набай пошел в Кошару, смотрел овец, потом пошел в загон, там тоже побродил в потьмах и снова вернулся в Кошару. Места себе не ходил, от еды отказался, разговариваться отказался. Плюхнулся на солому, сваленную в углы, лежал неподвижно. Жизнь, забота, тревоги всякие потеряли смысл. Уже ничего не хотелось. Не хотелось жить, не хотелось думать, не хотелось видеть ничего вокруг. Ворочался, хотел уснуть, хотел забыться. Ну, где там? Куда уйдешь от тебя? Снова припоминал, как уходил бектай. Так как вставались за ним черные следы на белом снегу, как ничего ему, нечего ему было сказать в ответ. Снова представлял себе, как орал, сегизбая в сидяные находцы, как поносил его последние слова, как грозил засадить его в тюрьму, как предстал-то на байном бюро райкома, вредителем и врагом народа. А на этом кончалось все. Вся его жизнь. И снова хотелось ему схватить вилы и броситься с криком, и бежать в ночь истошно орать на весь цвет, пока не свалится куда-нибудь в обрак и не свернет там себе шею. Засыпая, он думал, что лучше умереть, чем так жить. Да-да, лучше смерть. Проснулся с тяжелой головой. Несколько минут не мог сообразить, где он и что с ним. Рядом перхали овцы, лели ягнята. Значит, в кошаре он. Брежил рассвет на дворе. Зачем он проснулся? Зачем? Лучше бы не просыпаться совсем. Умереть осталось только. Надо покончить с собой. Потом он пригоршнему пил воду из речки, холодную, студенную воду с тонким хрустящим ледком. Вода с шумом протекала между дрожащими пальцами, а он снова черпал ее и пил, обливаясь. Отдышался, пришел в себя и только тогда представил себе всю нелепость этой затеи с самоубийством. Всю глупость этой расправы над собой. Да как можно лишить себя жизни, которая единожды дается человеку? Да разве Сегисбаевой стоит того? Нет, Танабай будет еще жить, он еще будет горы ворочать. Вернувшись, он незаметно спрятал ружье, патронаж и весь тот день усердно работал. Поласкиве хотелось ему быть женой с дочками, с сакманщицами, но сдерживал себя, чтобы женщины ничего не заподрозврили. А те работали, как ни в чем не бывало, точно ничего особенного не случилось, все было в порядке. Благодарен он им был, Танабай за это помалкивал и работал. Сходил на выпас, помог пригнать Атару домой. Вечером погода испортилась, дождь или снег, ну что-то будет. Затуманились, горы вокруг, небо отяжелело в тучах, опять надо было думать, как уберечь молодяк от холода. Опять надо было расчищать кошару, стелить солому, чтобы снова не начался мор. Мор мрачнел Танабай, но старался забыть, что было, и не падать духом. Стемнело уже, когда во дворе появился приезжий всадник. Встретила его Джейдар. Они о чем-то поговорили, Танабай в это время работал в кошаре. «Выйди на минутку», — позвала его жена, «человек к тебе». И уж потому, как позвала она, он почувствовал что-то недоброе. Вышел, поздоровался, то был чабан из соседнего урочища. «Это ты, Айдбай, слезай с коня?» «Откуда?» «Из-за Ила. Был я там по делам, просили передать тебе. Чоро тяжело болен, сказали, чтобы ты приехал». Опять этот чоро вспыхнуло у Гаши. Была обида, видеть его не хотелось. «А что, я доктор?» «Он всегда болеет, у меня тут и без него забот по горло, погода вон портится». «Ну, дело твое, Танаке, поедешь, не поедешь, сам знаешь». «А я передал, что просить. До свидания, мне пора ночь скоро». Айдбай тронул лошадь, но затем придержал. «Ты подумай, все же, Танаке плохо ему. Сына вызвали с учебы, поехали встречать на станцию. Спасибо, что передал, но я не поеду». «Поедет», — застыдилась Джайдар. «Не беспокойтесь, поедет он». Танаке помолчал, а когда Айдбай выехал со двора, сказал жене зло. «Ты брось эту привычку отвечать за меня, я сам знаю». «Сказал, не поеду, значит, не поеду». «Подумай, что ты говоришь, Танаке. Мне нечего думать, хватит. Додумался до того, что выгнали из партии. Нет у меня никого. И я, если заболею, пусть никто не приезжает, подох на один». Он махнул в сердцах рукой, пошел в кошару. Но покоя на душе не было. «Принимая роды у маток, таская ягнят, устраивая их в углу, цыкая наоруших овец, расталкивая их, отдыхался и бурчал. Давно бы ушел, не страдал бы так. Всю жизнь болеет, стонет, за сердце хватается, сам седланец лазит. Тоже мне начальник. Видеть тебя не желаю, после этого обижайся, не обижайся, а я тоже в обиде, никому нет дела». На дворе стояла ночь, снег стал сыпать понемногу. Тишина вокруг была такая чуткая, что слышно было даже как шорох, мы падали на землю репки-снежинки. Танабай не шел в юрту, избегал разговора с женой, и она не приходила. «Ну и сиди, ну мы вон, а поехать меня не заставишь. Мне теперь все безразлично. Мы с Чорой чужие люди. У него своя дорога, у меня своя. Были друзьями, а теперь не то. А если я друг его, то где он был раньше? Нет, мне теперь все безразлично». Джайдар все же пришла, принесла ему плащ, сапоги новые, пушак, рукавицы, шапку, которую он надевал при выездах. «Одевайся», сказала она. «Напрасно старайся, я никуда не поеду. Не теряй времени. Может случиться, что потом всю жизнь буду жалеть. Ничего я не буду жалеть, и ничего с ним не случится, отлежиться не первый раз. «Танабай, никогда я тебя ни о чем не просила, а сейчас прошу. Отдай мне свою обиду, отдай мне свое горе, поезжай, будь человеком». «Нет». Танабай упрямо мотнул головой, «Не поеду, мне теперь все безразлично. Ты думаешь о приличии, о долге, что люди скажут, а я теперь знать ничего не хочу». «Одумайся, Танабай, я пойду пока посмотрю за огнем, как бы не упали угли на кошмон». Она ушла, оставив его одежду, одежду, но он не тронулся с места, сидел в углу, не мог переломить себя, не мог забыть тех слов, которые он говорил вчера, а теперь «Здравствуйте, проведать явился, как здоровье». «Не поможешь ли чем?» «Нет, не сможет он так, не в его это правилах». деда и вернулась. «Ты еще не оделся?» «Не надоедай», сказал. «Не поеду». «Встань!» гневно вскрикнула она. И он, к удивлению своему, встал по ее приказу, как солдат. Она шагнула к нему, глядя в тусклом свете фонаря, страдавшимися, возмущенными глазами. «Если ты не мужчина, если ты не человек, если ты баба слюнявая, то я поеду за тебя, а ты оставайся, нюни разводи, я поеду сейчас же. Иди, седлай немедленно коня». И он, повинуясь ей, пошел седлать лошадь. На дворе порошил снег. Тьма, казалось, кружилась вокруг бесшумной медленной каруселью, как вода в глубокой заводе. Горы не различишь. Темно. Вот еще наказание. Куда она теперь одна среди ночи, думал? Он набрасывает по тьмах седло. И не отговоришь. Нет, не откажется. Убей, не откажется. А если совьется, спусти. Ну, пусть пеняет на себя. Седлал-то на бай коня, а самому стыдно становились. «Зверь я больше никто одурел от обиды. Вставляю ее на показ. Смотри, какой я несчастный, как мне плохо и жену извел. А она-то при чем? За что ее терзаю? Не видать мне добра. Никудушный я человек. Зверь и только». Заколебался Танабай. Нелегко было отступиться от своих слов. Пошел назад, набычившись, опустив глаза. «Оседлал?» «Да. Ну так собирайся». И Джейдар подала ему плащ. Танабай молча стал одеваться, радуясь, что жена первая пошла на мировую и все же для вида покуражился. «А может, с утра поеду?» «Нет, отправляйся сейчас. Будет поздно». Ночь кружилась в горах тихой заводи. Плавно и мягко оседали большие хлопья последнего весеннего снега. Один среди темных склонов ехал Танабай на зов отвергнутого им друга. Снег налипал на голову, на плечи, на бороду и руки. Танабай сидел в седле неподвижно, не отряхивая его. Так ему было лучше думать. Думал он о Чоро, обо всем, что связывало их долгие годы. Когда Чоро учил его грамоте, когда они вступали в комсомол, а потом и в партию, вспомнил, как они работали вместе на стройке канала и как Чоро первый принес ему газету с заметкой о нем и с фотографией первый поздравил и отожал руку. Смягчался душой Танабай, оттаивал его, охватывало щемящее чувство беспокойства. Как он там, а может и правда ему очень плохо, а то зачем бы вызывать сына или сказать, хочет что, посоветоваться. Уже светало, снег все еще так же кружил. Танабай заторопил коня, погнял рысью. Скоро затем он бы граме в низине, а и как там Чоро, быстрее бы. И вдруг в тишине утра донесся смутный далекий голос со стороны Аира. Всплеснул чей-то крик и оборвался. Замер. Танабай осадил коня, подставил ухо по ветру. Нет, ничего не слышно. Наверное, это так показалось. Конь вынес Танабая на букор, внизу перед ним среди белых заснеженных логородов, среди голых садов лежали улицы Аила, еще безлюдные в эту раннюю пору. Нигде никого и только у одного двора толпилась черная куча народа. У деревьев стояли оседланные лошади. Это был двор Чора. Почему так много собралось там людо? Что случилось? Неужели, приподнявшись на стремнах, Танабай судорожно глотнул колючий ком холодного воздуха и замер. И сейчас же погнал коня вниз по дороге. Не может быть! Как же так? Не может быть! На душе у него стало как-то скверно. Словно он был виновен в том, что там, наверное, случилось. Чора единственный его друг просил приехать на последнее свидание перед вечной разлукой, а он артачился, упрямствовал, тешил свою обиду. Да кто же он после этого? Почему жена не плюнула ему в глаза? Что может быть на свете уважительное последнее просьбе умирающего человека? Опять перед Танабаем встала та дорога в степину, который догнал его на иноходцы Чора. Что он ему тогда ответил? Да разве можно простить себе это? Как в бреду ехал Танабай по снежной улице, сгибаясь под тяжестью своей вины и стыда, и вдруг увидел впереди за двором Чора большую группу конных. Они приближались молчаливой кучей, и вдруг все разом громко заголосили в один голос, раскачивая седлах. Ой, баи, бау, рымай, ой, баи, бау, рым. Казахи приехали, догадался Танабай и понял, что надеяться уже не на что. Соседние казахи, прибывшие из-за реки, оплакивали Чору как брата, как соседа, как человека, близкого им и известного во всей округе. Спасибо вам, братья, подумал в ту минуту Танабай. От дедов и отцов в беде и горестях вместе на свадьбах и скачках вместе плачьте, плачьте вместе с нами. И сам вслед за ними огласил утренний Аил истошным надсадным криком Чоро, Чоро, Чоро. Он рассил наконец свистая седла то на левую, то на правую сторону и рядал своему шедшему из этого мира другу. Вот уже двор, вот стоит возле дома гульсары в траурной попоне, оседает снег на него и тает. Остался и находит без хозяина стоять ему с пустым седлом. Танабай припадает к гриве коня, поднимается и снова припадает. Вокруг едва различимые, как в тумане лица людей, плач. Он не слышал, как кто-то сказал, снимите Танабая седла, подведите к сыну Чоро. Несколько пар рук потянулись к нему, помогли слезть с коня, повели его под руки через толпу. Прости меня, Чоро, прости, плакал Танабай. Во дворе лицом к стене дома стоял сын Чоро, студент Самансур. Он повернулся к Танабаю в слезах они обнялись плача. Нет твоего отца, нет моего Чоро. Прости меня, Чоро, прости. Захлёбываясь, рыдал Танабай. Потом их развели, и тут Танабай увидела рядом с собой среди женщины ее, Бибижан. Она смотрела на него и молча лила слезы. Танабай зарытал еще сильнее. Плакал за все. За все утраты, за Чоро, за вину свою перед ним, за то, что не мог вернуть назад те слова, которые бросил ему по дороге. Плакал за нее, что стояла теперь рядом, как чужая, за ту любовь, за ту грозовую ночь, за то, что оставалась она одинокой и за то, что старела она уже. Плакал за иноход со своего гусаре стоящего в траурной попоне, за обиды своей муки, за все то, что было невыплакано. Прости меня, Чоро, прости, повторял он, и тем самым как бы просил прощения у нее. Ему хотелось, чтобы Бибижан подошла и утешила его, чтобы она утерла ему слезы, но она не подходила, она стояла и плакала. Утешали его другие. Довольно, ты лобай, слезам не поможешь, успокойся. И от этого ему было еще горше, больнее. Хоронили Чоро после полудня. Мутный диск солнца бледно просвечивал сквозь блеклые слои неподвижных туч. Все еще плавали в воздухе мягкие влажные хлопья снега. По белому полю черной молчаривой рекой тянулась похоронная процессия. Эта река словно бы возникла здесь внезапно и словно бы впервые прокладывала себе русло. Впереди на машине с откинутыми бордами везли усопшего Чора туго и глухо запили натово белую погребальную кашму. Возле сидели жена, дети, родственники. Все другие следовали верхом на лошадях. Двое шли за машиной пешком. Сын Самансур и Танабай ведший по воду коня покойного друга и находцы гульсары с пустым седлом. Дорога за околите была в мягком ровно в снегу. Широкой и темной изрытой копытами коней полосой следовала она затем по пятам процессии. Она словно бы отмечала последний путь Чора. Путь выводил к холму на кладбище и здесь оканчивался для Чора уже безвозвратно. Вел Танабай находиться на поводу и говорил ему про себя. Вот гульсары лишились мы с тобой нашего Чору. Нет его не стало. Что ж ты тогда не крикнул мне, не остановил меня, не дал Бог тебе языка, а я хоть и человек оказался хуже тебя, коня. Бросил друга на дороге, не оглянулся, не одумался, убил я Чора, убил его словом своим. Всю дорогу до самого кладбища, Танабай вымаливал у Чора прощение. На могиле, спустившись в яму вместе с Амансуром, он говорил Чору, укладывая его тело на вечное ложе земное, прости меня, Чора, прощай, слышишь, Чора, прости меня. Падала в могилу, брошенная горстями земля, потом она посыпалась потоками с разных сторон, уже с лопат, наполнила яму, выросла свежим в укромном холме, прости Чору. После поминок Самансур отозвал Танабай в сторону. Танаке, дело у меня к вам, поговорить нам надо. И они пошли через двор, оставив людей дымящие самовары и костры. Вышли на зады в сад, пошли вдоль бровки, рыка, остановились за огородом у сваленного дерева, сели на него, помолчали, каждый думал о своем, вот она жизнь, размышлял Танабай. Мальчишки знал Самансура, а теперь вон какой стал, повзрослел от горя. Теперь мы с ним как равный с равным, так оно и должно быть, сыновья заступают на место отцов, сыновья род продолжают, дело продолжают, дай Бог стать ему таким же, как отец, да чтобы дальше пошел, чтобы разумом и умением выше нас поднялся, чтобы счастье творил себе и другим. На том мы и отцы, на том мы и рождаем сыновей, с надеждой, что будут они лучше нас, в этом вся суть. Ты, Самансур, старший в семье, сказал ему Танабай, по-стариковски оглаживая бороду. Ты теперь вместо Чора, я готов выслушать тебя, как самого Чора. Должен я вам передать Танаке наказ отца, проговорил Самансур. Танабай вздрогнул, ясно уловив в говоре сына голос и инфанации отца и впервые обнаружил, что он очень похож на отца, на того молодого Чора, которого сын не знал, но которого знал и помнил Танабай. Не потому ли, говорят, что человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его? Слушаю тебя, сын мы. Я застал отца живым Танаке. Вчера ночью успел приехать за час до его кончины. Он был в сознании до самого последнего вздоха, а вас Танаке он очень ждал, все спрашивал. Где Танабай? Не приехал? Мы его успокаивали, что вы в дороге, что вот-вот появитесь. Видно, хотел он вам что-то сказать и не успел. Да, Самансур, да. нам надо было увидеться, очень надо было. Век не прощу себе, это я виноват, это я не успел. Так вот, просил он меня передать. Сын говорит, скажи, Танаке моему, что прощение прошу у него, скажи, чтобы обиду не держал в душе, чтобы он сам отвез мой партбилет в райкон. Пусть говорит Танабай собственноручно сдаст мой билет, не забудь, передай, потом забылся, мучился и умирая смотрел так, точно ждал кого-то и плакал, слов уже было не разобрать. Танабай ничего не отвечал, схлипывая, теребил бороду, ушел чору, унес с собой половину Танабая, часть жизни его унес. Спасибо, Самансур, за слова твои, и отцу твоему спасибо, промолвил наконец Танабай, беря себе в руки. Одно лишь меня смущает, ты знаешь, что меня исключили из партии? Знаю, как же я, исключенный, повезу пар билет чору в райком. Не имею я на то права, не знаю, донаке, решайте сами, а я должен выполнить предсмертную волю отца и буду вас просить сделать так, как хотел он, покидая нас. Я бы от души рад, но такая беда приключилась со мной, а не лучше, если ты сам отвезешься, Мансур? Нет, не лучше. Отец знал, что просил, если он вам верил, то почему я не должен вам доверять? Скажите, в райкоме что такой был наказ отца моего Чора Саякова? Еще затемно ранним утром выехал Танабай Заила, гульсары славные находят гульсары в беде и в радостях одинаково надежный конь. Гульсары бежал под седлом, дробя копытами мерзлые комья дорожника Вии. В этот раз он вез Танабая, ехавшего с особым поручением умершего друга его, коммуниста Чора Саякова. Впереди над невидимыми краями земли медленно наливался рассвет. В черепе рассвета нарождалась новая заря. Она разрасталась там внутри серой неглы. И находит бежал туда к рассвету к одинокой и яркой звезде, еще не угощей на небосклоне. Один по пустынной кулкой дороги выбивал он ракочущую дробь ходкой инохаде. Давно не доводилось Танабаю ездить на нем. Бег гульсары по-прежнему был стремителен и прочен. Ветер пластал гриву дул седоку в лицо. Хорош был гульсары в доброй силе в силе был еще конь. Всю дорогу Танабай раздумывал. Терялся в догадках, почему именно ему Танабаю изгнанному из партии Чору наказал перед смертью отвезти в райком свой А может хотел тем самым сказать в своем несогласии с исключением Танабая из партии? Теперь этого никогда не узнаешь, не выпытаешь, никогда больше ничего не скажет он. Да, есть такие слова страшные никогда больше. Дальше и слов уже нет. И опять нахлынули разные мысли, снова ожило все то, что хотел забыть, оторвать от себя навсегда. Нет, оказывается еще не все кончено. С ним при нем еще последняя воля Чору. Он приедет с его партбилетом и поведает о нем, о Чору. Все как есть, расскажет, каким был Чору для людей, каким был для него и о себе расскажет, потому что Чору и он пальцем одной руки. Пусть узнает, какими они были тогда в молодости, какую жизнь они прожили и, может быть, поймут, что не заслуживает он Танабай, чтобы отлучали его от Чору ни при жизни, ни после, только бы выслушали его, только бы дали высказаться. Танабай представил себе, как он войдет в кабинет секретаря райкома, как он положит ему на стол партбилет Чору и как расскажет обо всем. Признает свою вину, извиниться, только бы вернули его в партию, без которой жить ему плохо, без которой не мыслит он самого себя. А что если скажут, какое он, исключенный из партии и имеет право приносить партийный документ, не должен был ты прикасаться к партбилету коммуниста, не должен был ты браться за это дело, и без тебя нашлись бы другие. Но ведь такова была предсмертная воля самого Чору, так он завещал при всех, умирая, это может подтвердить его сын Самансур. Ну и что же, мало ли что может сказать человек при смерти в бреду забытье, что он тогда ответит. А Гульсары бежал по звонку из смерчей дороги, именуя Степь уже выходил к Александровскому спуску, быстро там чал Танабай находец, не заметил даже как приехал. Рабочий день в учреждениях только начинался, когда Танабай приехал в райцентр. Нигде не задерживаясь, он направил взмокшего и находца прямо к райкому. Привязал его у коновязы, стряхнул себя пыль и пошел с бьющимся от волнением сердца. Что ему скажет, как его встретят? В коридорах было пусто. Не успели еще понаехать из-за Ивов, Танабай прошел в приемную к Шкатаеву. Здравствуйте, сказал он секретарше. Здравствуйте. Товарищ Кашкатаев у себя? Да, я к нему. Я чабан из колхоза Белый Камни. Моя фамилия Бакасов начал он. Как же, знаю вас, усмехнулась она. Так вот, скажите ему, что парторг наш Чор Саяков умер и при смерти просил меня отвезти его партвилет в райком. Вот я и приехал. Хорошо, обождите минутку. Не так уж долго пробыла секретарша в кабинете Кашкатаева, но Танабай перемучился, места себе не находил, дожидаясь ее. Товарищ Кашкатаев занят, сказала она, плотно прикрывая за собой дверь. Он просил передать билет Саякова в сектор учета. Это там, направо по коридору. Сектор учета, направо по коридору. Что это, не соображал Танабай, потом понял, все разом, разом упал духом. Как же так? Неужели все так просто? А он-то думал, у меня к нему разговор, прошу вас, подойдите, скажите ему важный разговор у меня. Секретарша неуверенно пошла в кабинет и вернувшись, снова сказала, занят он очень, потом добавил от себя сочувственно. Разговор-то ведь с вами окончен, еще тише сказал, не примет он вас, лучше уезжайте. Пошел-то на Байпак, по коридору, завернул направо надпись сектор учета, в дверях окошечко, постучал, окошечко открылось. Что вам? Билет привез вам сдать, умер парторг наш, Чору, Саяков, колхоз, белый камень. Заведующая учетом, терпеливо ждала, пока Танабай доставалась под жалка, кожаную сумочку на ремешке, в которой еще недавно носил свой партбилет, в которой на этот раз привез партбилет Чору. Передал он книжечку в окошко. «Прощай, Чору!» Смотрел, как она писала об ведомости. Номер партбилета, фамилию, имя, отчество Чору, год вступления партии, последняя память о нем. Потом дала ему расписаться. «Все?» спросил Танабай. «Все. До свидания. До свидания». Окошечко захлопнулось. Вышел Танабай на улицу, стал отвязать по воде и находиться. «Все, гульсаре!» сказал он коню. «Это все!» И неутомимый и находец поднес его назад, воил. Большая весенняя степь бежала навстречу с ветром. Подрогочище и перестук копыт. Только в беге коня унималось, стихала боль Танабая. В тот же день вечером вернулся Танабай к себе в горе. Жена встретила его молча. Взяла коня под устье, помогла мужу слезть с седла, поддерживая его подругу. Танабай обернулся к ней, обнял ее, привалился к плечу. Она тоже обняла его плача. «Похоронили Мичору». «Нет его больше, Джейдар. Нет моего друга!» Говорил Танабай, еще раз дал волю слезам. Потом он молча сидел на камне подлей юрты. Хотелось побыть одному, хотелось посмотреть на восход луны, которая тихо поднималась из-за дзубчатых вершин белого снежного хребта. В юрте жена укладывала детей на ночь, слышалось, как огонь потрескивал в очаге. Потом запела, хватая за душу, гудящая струна темиркомоза. Будто ветер тревожно завыл, будто бежал человек по полю с плачем и жалобной песней. Все вокруг молчало, задаив дыхание. Все обезмолвствовало. И только бежал, как будто одинокий голос тоски и скорби человеческий. Будто бежал он, не знал, куда приткнуться с горем своим. Как утешиться среди безмолвия этого и безлюдия никто не откликался. Он и плакал, и слушал себя один. Танабай понял, что эта жена играет для него песню старого охотника. В далекие времена был у старика сын, молодой, смелый охотник. Отец сам обучал сына нелегкому делу охотничьему, и тот превзошел его. Промаха не знал. Ни одна живая тварь не могла уйти от его меткой и смертоносной пули. Перебил он в горах вокруг всю дичь. Маток беременных не жалел, малых детенышей не жалел. Истребил он стадо серой козы правоматери козьего рода. Осталась серая коза со старым серым козлом. И взмолилась она, обращаясь к молодому охотнику, чтобы тот пожалел старого козла, не убивал его, чтобы им род свой продолжить. Но тот не послушался, уложил метким выстрелом громадного серого козла. Рухнул козел со скалы, и тогда запричитала серая коза. Повернулась боком к охотнику и сказала, стреляй мне в сердце. Я с места не стронусь, но ты не попадешь. Это будет твоим последним выстрелом. Засмеялся молодой охотник над словами выживший из ума старой серой козы. Прицелился гляд, грянул выстрел, а серая коза не упала. Пуля задела ей только переднюю ногу. Испугался охотник, такого еще никогда не случалось. Ну вот, обернулась к нему серая коза. А теперь попробуй, поймай меня хромою. Засмеялся в ответ молодой охотник. Что ж, попробуй, иди, а догоню, пощады не жди. Прилежу тебя, старая, как паршивую хвастунью. Стал убегать хромая серая коза, охотник за ней. Много дней и много ночей по скалам, по кручам, по снегам и камням продолжалась эта погоня. Нет, не давалась серая коза. Давно уже бросил охотник свое ружье, одежда на нем висела клочьями. Не заметил он, как завела его серая коза на неприступные скалы, откуда не было путей, ни вверх, ни вниз, откуда ни слезть, ни спрыгнуть нельзя было. Здесь я оставила его серая коза и приклила его. Отсюда тебе не уйти вовек, и никто тебя не сможет спасти. Пусть твой отец поплачет на тобой, как плачу я по убитым детям своим, по исчезнувшему роду своему. Пусть воет отец твой среди каменных гор, один среди холодных гор, как вою я старая серая коза первоматерь, кой за его рода. Проклинаю тебя, карагул, проклинаю. С плачем убежала серая коза с камня на камень, с горы на гору. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok